Первый раз, первый класс, впрочем, для многих 25 сентября это уже повторные линейки. Областные парламентарии сегодня впервые собрались в новом составе. На первом заседании Думы выбрали председателя и его заместителей. В повестке еще несколько важных вопросов, каких знает моя коллега Светлана Доброхотова. Она в это утро знакомится с новичками регионального парламента и поздравляет старожилов ЗАГС Собрания. Сейчас она выходит на прямую связь со студией. Светлана, приветствую тебя. Ну, как атмосфера волнительная и кто стал председателем Волдумы седьмого созыва? Да, Юлия, добрый день. Как вы можете наблюдать, заседание седьмого созыва депутатов Ярославской областной думы. Первое заседание еще продолжается. Мы следим за этим процессом вот из этой комнаты, где работают журналисты. Заседание Ярославской областной думы началось рано утром. Мы с 50 депутатов, которые были выбраны народом, на первое заседание пришло 48. До этого новичков уже обучили, как пользоваться кнопками для голосования и обучили им именные карточки. Конечно, в зале заседания сегодня чувствуется некоторая доля волнения, потому что и новые, уже опытные парламентарии сегодня выбирают председателя Ярославской областной думы. Им, кстати, стал Алексей Константинов. Ранее его кандидатуру предложили на собрание Франции «Единая Россия». Также сегодня парламентарии выбирают руководство десяти комитетов и депутатов, которые пойдут в эти комитеты. Еще два вопроса на повестке заседания Ярославской областной думы касаются вопросов о временных мерах поддержки граждан пожилого возраста. Ранее на комитете Ярославской областной думы прошлого созыва депутаты предлагали сохранить льготы для граждан 55 и 60 лет, вне зависимости от возраста выхода их на пенсию и возможного принятия закона на федеральном уровне. Какое решение примут депутаты седьмого созыва сегодня, расскажу уже в следующих выпусках. Спасибо. На прямой связи со студией была моя коллега Светлана Доброхотова. Она это утро проводит в областном парламенте.